В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе продолжаются работы по замене асфальтового покрытия в рамках программы комплексного благоустройства. На данный момент в нашей программе 16 участков основных дорог на территории. В детском оздоровительном лагере «Десяточка» прошел образовательный телемост с Китаем. Китайский язык, как известно, набирает все большую популярность для изучения учениками. В сквере юности открылась фотовыставка «Детство босоногое мое». Ребятишки с сынишкой и доченькой Анечкой и Ромкой Конновой. В Ленинском городском округе продолжаются работы по замене асфальтового покрытия в рамках программы комплексного благоустройства. В поселке Развилка была произведена замена дорожного покрытия на Вишневой и Римской улицах. По губернаторской программе дороги Подмосковья в Ленинском округе продолжаются работы по замене старого дорожного покрытия. Сейчас благоустройство идет на Вишневой и Римской улицах поселка Развилка. «Здесь происходит текущий ремонт асфальтобетонного покрытия с частичным выполнением ремонтных работ и восстановлением тротуара. На данный момент в нашей программе 16 участков софтальтных дорог на территории, из которых 7 мы уже отремонтировали на данный момент. Значит, два участка у нас сейчас в работе, на одном из них мы сейчас как раз и находимся». Жители поселка сами проголосовали за проведение ремонтных работ территории на сайте Добродел. Их заявка была одобрена, и теперь люди смогут ходить и ездить по новой дороге. «Конечно, хочется и новой, и ровной, и красивенькой, чтобы все было культурно и аккуратно. Нам пообещали, что все будет очень хорошо». Работы по замене дорожного покрытия в рамках программы комплексного благоустройства в Ленинском округе будут продолжены. «Все будут делать, это уже отлично. Можно и ходить, и ездить. Радость появляется. Эмоции». В детском оздоровительном лагере «Десяточка», расположенном на базе видновской школы номер 10, прошел образовательный телемост с Китаем, во время которого учащиеся из разных школ округа смогли познакомиться с основами китайского языка. С каждым годом число школьников, которые выбирают для изучения китайский язык, становится все больше. Учитывая интерес подрастающего поколения к культуре Поднебесной, педагоги видновской школы номер 10 организовали телемост с представителями языковой школы из Китая. «Вероприятие проходит как для ребят лагеря «Десяточка», так и для воспитанников детских садов, обучающихся Ленинского района. Китайский язык, как известно, набирает все большую популярность для изучения учениками, детьми России, в частности нашей школы». Занятия были разделены на несколько возрастных групп от 5 до 15 лет. В основном это дети, посещающие детские оздоровительные лагеря округа. Урок начинался с музыкальной разминки. Далее ребята повторяли слова за преподавателем. Помимо онлайн-заданий, ребята пообщались и с еще одним педагогом Чжу Мин Юэ, которая специально прилетела из Китая на занятия. «Многие россияне думают, что китайский язык очень сложный, но на самом деле это не так. Главное — это разобраться в транскрипции и тональности, понять, из чего состоит иероглиф и как правильно его писать. И тогда, если совместить все воедино, будет очень легко выучить китайский язык». Для многих ребят китайский показался очень сложным языком, но некоторые все же хотели бы в будущем его изучать. «Я бы в будущем хотела учить этот язык. Мне интересно. Да, я немножко знаю английский». Тельмоз стал не только увлекательным занятием, но и возможностью для детей расширить свой кругозор и познакомиться с культурой другой страны. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. По данным пресс-службы муниципалитета, 127 новых врачей устроились на работу в медицинские учреждения Ленинского городского округа за первое полугодие 2024 года. Среди различных мер поощрения медиков с начала года в Московской области действует программа «При веди друга». Благодаря ей несколько новых сотрудников появилось в Видновском перинатальном центре. Довольны ли они новым местом работы, узнал Максим Козлов. Таранега Семова перешла на работу в Видновский перинатальный центр относительно недавно, три месяца назад. До этого работал в Москве. Для нее главным побудительным мотивом к смене работы стал географический. Узнала и от коллег, которые здесь работают у нас, что здесь тоже есть как бы вакантные места. Ну, мне сейчас, если честно, ближе, как бы рядом с домом. Я не жалею, да, здесь все хорошо, коллектив хороший, руководство хорошее у нас здесь. Чинара Мамедова работает в Видновском перинатальном центре три года. Вдохновившись именно ее рассказами об организации, в женскую консультацию центра перешли работать несколько врачей. У меня большое окружение знакомых, вот и поэтому рекомендовала организацию нашу. Они вот тут живут поблизости, ну и условия у нас хорошие для работы. Одна у меня доктор из студенческих времен, а вторая как подруга. С начала года в Московской области работает для медиков программа «Приведи друга». Благодаря ей в медицинские учреждения муниципалитета устроились работать 127 врачей. Те, кто привел коллег, получают денежное вознаграждение. Впрочем, выигрывают все. По программе «Приведи друга» в наше учреждение пришли три замечательных акушера-гинеколога, которые до этого работали в городе Москва. У нас не просто женская консультация, у нас еще при женской консультации есть дневной стационар, который позволяет повышать свои навыки, учиться чему-то более сложному. Действительно, Видновский перинатальный центр является одним из ведущих лечебных учреждений России. А потому еще одна причина, по которой врачи с удовольствием сменили место работы – передовые технологии, применяемые здесь. Уровень профессиональной подготовки коллег, естественно, меня заинтересовало. И для получения новых знаний, опытов я решила сюда устроиться. Участник программы «Приведи друга» получает премию в размере одного оклада привлеченного им специалиста. В сквере «Юность» открылась фотовыставка «Детство. Босоногое мое». На стендах размещены детские черно-белые снимки из семейных альбомов коренных жителей нашего города. Наш корреспондент Юлия Стаферова посмотрела на фотографии ушедшей эпохи. Многие уверены, что детство – это самый важный период в жизни человека. Особое место в нем занимают игры, которые у каждой эпохи свои. Посмотреть на игровые традиции дворовой среды прошлого столетия, а также окунуться в атмосферу старого города, можно на фото-выставке в сквере «Юность». Это совместный проект историко-культурного отдела Дворца культуры и группы в социальных сетях «Город видный» в фотографиях наших жителей. «Старый город изображен на наших фотографиях. Это и центр города, который уже перестроился, тот же самый дом культуры. Мы уже его не увидим таким, каким есть на фотографиях. Также здание историко-культурного центра тоже. Оно на некоторых фотографиях видно, где оно еще не перестроенное». Заведующая выставочно-фондовым сектором историко-культурного отдела ДК «Видная» Ольга Понасюк рассказала подробную историю тех мест, которые изображены на фотографиях. Всего в экспозиции представлено больше 50 снимков. В 30-е годы, оказывается, здесь, в усадьбе Тимохова, располагалась школа учебы стахановцев. Здесь они приезжали со всей страны, приезжали с детьми, с родными и жили вот в таких небольших домиках, которые были по территории усадьбы. Все фотографии из семейных альбомов коренных видновчан. Галина Коннова предоставила снимки, на которых она изображена сыном и дочерью во время прогулки. Примечательно, что женщина пришла на открытие фото-выставки с внуком Юрой и внучкой Лерой. Сейчас они находятся примерно в том же возрасте, что их отец. Это ребятишки, сынишка и доченька Анечка и Ромка Конновы. Вот здесь вот Ромка Коннов. Это папа вот этих вот внучат. Вот какой он был совсем крошечный. Тоже в детском городе это. Эти мальчишки и девчонки уже давно стали взрослыми. И только на этих снимках они навсегда останутся юными лицами ушедшей эпохи. Поэтому посетители с удовольствием рассматривали детей и узнавали те места, где были сделаны фотографии. Интересна сама обстановка того времени. Вот эти пейзажи, которые уже как бы немного забылись. А сейчас ты как бы вот окунулся в то время и себя почувствовал ребенком. Это очень здорово. Фото-выставка «Детство босоногое мое» в сквере «Юность» будет работать до 5 августа. Приходите и познакомьтесь со временем и историей прошлого века. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Поместье Суханово – одна из немногих усадеб Подмосковья, где сохранилось большое количество памятников архитектуры, просторный пейзажный парк и пруды. Посетители могут окунуться в прошлое во времена становления и расцвета Российской империи. Экскурсии в дворцово-парковом ансамбле Суханово проводятся регулярно. Все больше местных жителей хотят узнать историю родных мест, а гости города – увидеть усадьбу княжеского рода Волконских. Здесь природа перекликается с древней историей, а архитектура дворянского имения сочетается со старинным классическим парком. На территории нашего города, или, скажем, в ближнем окружении нашего города, дворцовых усадеб такого уровня, как усадьба князей Волконских, нет. Узнать о жизни, любовных перипетиях и пристрастиях владельцев усадьбы можно на экскурсиях. В частности, интересна судьба Алексея Мельгунова, русского офицера и общественного деятеля, который начал перестройку усадьбы. Будучи человеком очень талантливым, человеком с государственным мышлением. Кстати, по сплетням говорят, что ему он должен был заколоть Екатерина. Такая прогулка – погружение в эпоху царской России, где можно выяснить, что было на завтрак у Волконских и посмотреть дом управляющего, священника и здания, построенные специально для гостей. То, что мы с вами сейчас вот здесь видим, это было построено при Мельгунова. Точную датировку мы дать не можем. Вход на территорию усадьбы Суханова свободный. Тут можно погулять по старинному парку, посидеть у пруда, полюбоваться скульптурами и осмотреть снаружи здания, которые теперь стали архитектурными памятниками. А в наши дни усадьба Суханова является объектом культурного наследия Российской Федерации. Инга Янчук, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ. За рулем самые юные жители округа в Видном прошли традиционные соревнования на велосипедах среди мальчишек и девчонок от 3 до 7 лет. Екатерина Коваленко побывала на этих очень азартных состязаниях. С традиционных на старт «Внимание! Марш» начались соревнования на велосипедах. За рулем юные, смелые и шустрые гонщики и гонщицы. Всего почти 100 участников из разных городов Подмосковья. Видновчанин Толя Сидоров сегодня приехал за победой. Мальчику всего 4 года и два из них он активно тренируется. Сначала был беговел, теперь велосипед и за плечами уже немало покоренных треков. Мама юной звезды автоспорта с гордостью говорит, что ездить и ходить сын начал одновременно и теперь не остановить. Ему нравится ездить на беговеле на велосипеде, он любит скорость, любит гонять. Главные болельщики, мамы и папы азартно эмоционально поддерживали своих детей. Кстати, многие из них признались, что велосипед это настоящее спасение. Теперь большие расстояния не страшны, а довольный ребенок едет с удовольствием и без лишних капризов. Благодаря такому транспорту уже сегодня будущие спортсмены развивают выносливость и подвижность. Я считаю, что беговел – это лишь полушарное развитие. Это очень важно для детей. Развитие координации, развитие баланса, развитие интуиции, может быть, как повести себя в экстренной ситуации. Ну, конечно же, спорт. Как известно, до семи лет спорт, физическое развитие равняется интеллектуальному. Дети должны заниматься спортом. А еще отлично тренируются лидерские качества. Организатор соревнований Павел Войтов считает, что будущих покорителей дорог видно сразу. И это один из немногих видов спорта, где можно начинать с такого раннего возраста. Завершились заезды вручением кубков и медалей самым быстрым и ловким. Екатерина Коваленко, Кирилл Махров, Ольга Садовская. Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok